вот такое вот начало этого видео из монтажной мы сняли видео что получили письмо письмо оглашать нельзя это специальная информация суть такая что нельзя употреблять слова которые употреблять нельзя и вспоминать бренд тоже нельзя всего хорошего так и хочется сказать уважаем коллеги знания они вот тут то что вы не останетесь без поддержки это тоже однозначно да наименование название не имеет значения ничего кроме того что мы продолжаем работать с педагогами мы продолжаем работать с детьми я сейчас буду стараться в монтаже запикивать там какие-нибудь слова которые нельзя теперь произносить все мы понимаем о чем речь идет будем мы теперь это называть развитием раннего инженерного мышления на на чем хочется на том и развиваем да поэтому как подводочка прямо перед видео и мы начинаем смотреть первую серию так на что всем огромный привет меня зовут валерия меня зовут дмитрий прекрасно у нас сегодня радостная новость у нас появился новый звук сегодня мы будем тестировать напишите пожалуйста в комментариях как вам таким звуком плюс еще у меня есть кнопочка для включения выключения видео вообще короче полный апгрейд нашего блога и не только проблема в том что ну мягко сказать скорее всего это видео уже будет не на ютубе хотя на youtube конечно мы его на наш выложим но хочу отметить что также это видео будет размещено в нашем яндекс дзен ссылочка прямо сейчас вот здесь и конечно в нашем рутубе ссылочка прямо здесь ну и давайте еще всеми ссылочками сразу поделимся потому что очень сильно мы сменили место жительства практически у нас в контакте ссылочка у нас что еще у нас телеграм-канал ссылочка ну давайте все таки на всякий случай что мы с вами не терялись я оставлю на всякий случай из еще раз свой номер телефона здесь вот он сейчас вот тут вот можете писать на ватсап любые вопросы предложения что будет интересно ну и давайте оставлю ссылочку на телеграм просто наличный телеграм тоже вот здесь немножечко мы перебазировались но будем жить в том что имеем ничего страшного в конце концов наше сообщество дошкольники россии крепкая дружная и мы уже давно поменяли свое место жительства и знаем где другу найти но кто не знает передавайте своим друзьям товарищам и еще раз попрошу напишите пожалуйста в комментариях как вам новый звук вот это такая штука но и поскольку поскольку мы обновили формат обновили буквально нашу студию домашнюю хотелось бы наверное сезон новый так скажем открыть таким видео буквально неделю назад как и все видели в наших социальных сетях мы с были в составе экспертов на международном международные соревнования национальные да это были да да вот название все поменялись очень быстро не буду произносить почему все знают национальный чемпионат по робототехнике москва 3.0 это было буквально неделю назад и все видели в социальных сетях кто не видел приходите пожалуйста наш телеграм-канал наш дзен хорошая статья нас на дзене получилось в наш вк посмотрите почитайте было здорово сейчас мы об этом с вами немножечко поговорим поскольку поскольку информации действительно много которые хочется сказать для вас уважаемые педагоги потому что много что мы подметили я думаю что скорее всего дим как ты думаешь наверное это видео мы сделаем в несколько серий потому что ну большой объем информации обычно просто не воспримется значит посмотрим посмотрим сейчас вот на любом случае прямо сейчас где бы вы не смотрели в какой бы социальной сети поставьте лайк потому что то как мы старались набирали на нашем ютубе подписчиков как-то все немножечко теперь печально но я думаю что мы сможем с вами тоже прийти неплохого результата в наших социальных сетях других поэтому поставьте прямо сейчас лайк чтобы мы вообще понимали что кто-то что-то смотрит то что по просмотрам теперь непонятно что там происходит вот так что спасибо уважаемые девчонки что вы все местами ну и может быть даже мальчишки у нас как всегда небольшое количество мужчин нашем сообществе но все-таки появились да дим ну что у нас здесь открыты в общем-то протоколы но прежде чем мы пойдем говорить насчет протоколов давайте прямо начнем от печки что называется мы специально здесь мы сегодня будем записывать видео вдвоем то есть грубо говоря мы будем беседовать наверное так а вы будете может быть подслушивать да в какой-то мере почему потому что сейчас мы будем из памяти поднимать все то что хочется вам сказать что-то может быть будем добавлять следующих видео поэтому мы будем от печки все это сейчас вспоминать поднимать и начнем и вот с чего но если я принесла я думаю начнем с того что мы будем разбирать сегодня фест лего лига направление discovery мы не можем это разбирать почему то что название то больше нет ну как нет но нет где не будем такие слова говорить все да хотя на самом деле так и написано это коробки но все знать что произошло наш любимый бренд в общем то пока пока ну вот пока давайте так на этом оставим поэтому именно это и будем разбирать но называть мы это будем в принципе чемпионат национальный дапа робототехи все кричу я забываю что с микрофоном на это кричать ну на самом деле в принципе я думаю что и звук будет у нас хорошо слышно даже если кричать не кричать но будем надеяться дима нас говорят тихо поэтому микрофон скорее всего даже для него я-то кричу меня слышно мне кажется без микрофона прямо сейчас девчонкам с нижнего тагила кстати хорошая команда были с нижнего тагила об этом поговорим позже вот ну давайте 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 кто сейчас нас смотрит и мы давай с тобой начнем прежде всего с того что да действительно это изначально был чемпионат который назывался здесь есть интересное название да есть вот вот он да first lego league лига и действительно это национальный а потом международный чемпионат но имеем что имеем поэтому замазывать муж все бренды так не будем потому что ну уж смешно мы все прекрасно понимаем что к чему начнем с того что об истории дим я поговорить там подсказывай что история такова что но будем говорить сегодня о исключительно компетенции номина 2 до школьники да ну что в то школьников 4-6 лет потому что там если 6 чуть старше даже школьник там другая номинация поэтому мы будем говорить с вами о номинации 4-6 лет. То есть чисто наша такая возрастная категория. Соревнования, проектная деятельность, вся происходит изначально, как база, база, то, на чем делается проект, это наша любимая планета Steam, Steam Park, помните, да, вот этот большой леговский набор. Давайте на всякий случай, кто не помнит, вот прямо сейчас на 3 секунды вот здесь вот, я буду говорить, а вы сейчас прямо видите эту картиночку, вот та самая планета, так называется Steam Park, да, на русском, на планета переименована, которая, в общем-то, в большинстве детских садов есть, на которой мы на постоянной основе, кстати, до сих пор проводим тренинги, да, коллеги, вся ситуация, что, что произошло, это не наше дело вдруг резко все бросать на полусловие, на полуделе, да, мы получили знания от Лего Академии, мы аттестовались, лицензию нас не забрали, поскольку, поскольку действительно огромное количество оборудования куплено уже у вас, поэтому тренинги по всем направлениям, да, школка, началка, средняя школа, да, мы все равно проводим, поэтому, если есть у вас эта потребность, вы пишите, в самом начале вы видели контакты, еще в описании я тоже все это добавлю, та возрастная категория, то оборудование, какое у вас имеется, кстати, даже мне очень понравилось, мы сейчас подготовили тренинг по набору первой механизмы, это классный оказался набор, я с ним не успела в свое время, когда только пришла в Лего Историю, этот набор уже перестали выпускать, но к моему взрослому восторгу, именно на соревнованиях, я увидела в работе этот набор и поняла, что там бесценный набор для того, чтобы действительно с детьми позаниматься основами механики, да, так скажем, преподавтика физики, как мы любим это слово говорить, да, но все-таки им вещами, которые базовые, которые дети, поняв эту основу, смогут применять это в робототехнике, да, Дим? Да, ну, немножко хотелось бы слово сказать, что направление First Lego League, оно достаточно давно в России существует, и, так скажем, спустили на разные возрастные уровни различные номинации соревнования. First Lego League Discovery, это 4-6 лет, то, что мы сегодня про это говорим, First Lego League Explorer, это как раз-таки более-таки старшие ребятки от 6 до 10 лет, и First Lego League Challenge, это 10-14 лет, как раз на разные возрастные группы свои задачи стоят, и если мы говорим сейчас про дошколят, то тут нет никакой электроники, ни моторчиков, ни программирования, здесь мы погружаемся лишь в конструирование различных проектов. Что самое интересное, вроде бы кажется просто, собери из кубиков проект, расскажи про него, в чем может быть проблема, и вот как раз-таки про эти проблемы мы будем сегодня и говорить. Да, проблемы есть, и именно для этого мы это видео и записываем. Ну, начнем мы с того, уважаемые коллеги, все-таки, что изначально было у нас в моменте подготовки. Подготовки у вас та самая планета Steam, на которой вы изучаете все уроки, они так называются, все занятия, которые есть там в базе. Опять-таки, сегодня специально я не буду вставлять ни фотографии, ни видео с чемпионата, ничего. Ну, во-первых, там дети, и разрешение на использование фотографий детей в этом видео мы не получали. И, во-вторых, чтобы, не дай бог, каким-то там словом, делом не обидеть тех, кто участвовал, потому что не употребляя городов, не употребляя названия команд, мы не будем это сегодня говорить. Мы будем говорить в общем. Так вот, что я заметила, да, за счет того, что, вы знаете, с планетой я работаю очень давно, еще современные STEM-программы института, еще со времен начала пандемии, когда мы с вами начали дистанционный курс обучения. И вот теперь, пройдя обучение в Лего Академии, аттестовавшись на сертифицированного тренера, основной мой конек, это, конечно, планета. И что, в общем-то, ну, давайте так по-честному, я увидела. Не все преподаватели, которые привезли свои команды, а я напомню, это были лучшие команды из лучших регионов, сейчас мы к этому подойдем, не все, к сожалению, преподаватели прошли базовые уроки из книги учителя к этому набору. Многие сразу взяли уже следующий этап, начали совмещать проект и работать уже на соревнования. Коллеги, это очень видно, когда мы начинаем беседу с детьми, а у нас, мы сейчас к этому подойдем тоже по протоколам, у нас есть момент беседы с детьми, у нас есть момент защиты проектной деятельности, да, вашей проекта. Выплывает это, девочки, выплывает то, что вы не дорабатываете азы, основы основ, это видно. Это первое. Давайте так, если кто-то, вот у вас есть планет, и такие тоже были, кстати, когда я потом спрашивала, коллеги, а что же вы, вот это занятие не проработали, если бы вы его проработали, то вы бы, ну, лучше выполнили задание. И преподаватель, воспитатель отвечал, что, а я и не знала, что такая книга есть. Да, коллеги, в наборе она не идет. То есть, когда вы покупаете коробку планета, стим, стим парк, у вас этого, этой книги нету внутри. Ее нужно было взять на сайте Лего и, в общем-то, распечатать и пользоваться. Эта книга не для детей. Это не карточки для детей. Это никакие задания не для детей. Это книга учителя вас, тренера, воспитателя, которые вы подсматриваете, темы, которые заложены в этом наборе, и прорабатываете в игровой форме с детьми. Причем там не один урок на дно занятия. Там один урок, это как целая тема, которую вы развиваете, раскручиваете на протяжении достаточно долгого времени. И вот, да, был момент, что мы заметили, что, к сожалению, не все, к сожалению, проработали именно саму основную книгу. Кто не знает, где взять, пожалуйста, напишите, я вам ее пришлю. Она, в принципе, есть в свободном доступе, но не можете найти. Опять-таки мы не знаем, что там со всеми сайтами сейчас будет. Она есть, пишите, я вам ее скину, не проблема. Она хорошая, ей надо использовать. Это раз. Дальше, что еще? Что у нас еще вот по таким предварителям? Так вот, планета, да, планета. Прорегиональные этапы. Давайте тогда начнем, правда, с этого. Во всех городах, которые принимали участие в финале, есть ресурсные центры. Ресурсные центры, они, ну, так скажем, назначаются, сертифицируются главным центром. Проводится большая работа по подготовке экспертов, которые будут обучать тренеров потом в регионе. В общем, там целая история. Кому интересно, тоже, пожалуйста, пишите, потому что в следующем году мы будем заниматься открытием новых регионов, которые мы не увидели на финале. И потом, поузнавав у вас же, мы поняли, что у вас такого и не проходит. Поэтому, если вы знаете, что у вас такого в регионе нет, тоже пишите. Мы будем заниматься тем, что помогать организовать такой центр, ресурсный центр, региональный, объяснить, что, как, зачем, как подготовить, как вообще с этим быть, что нужно, чтобы провести региональный отборочный этап. И вот мы с вами подбираемся к региональным отборочным этапам. Итак, в каждом регионе, кто в итоге все-таки участвовал, после обучения, подготовки, работы с детьми проводится региональный чемпионат. Если я не ошибаюсь, в этом году он был в феврале по всей стране. Но, кстати, вот посмотрите, что вот сейчас у нас март, уже идет формирование заявок будущей команды на следующий год. Соответственно, уже в апреле этого года будут известны темы. Мы тоже сейчас подойдем. То есть, представляете, сколько времени есть на подготовку. Это вот, ну, как минимум летний период, понятное дело, что не все летом работают, но летний оздоровительный период самое доброе время для того, чтобы работать с командой, если вы находитесь непосредственно в детском саду. Понятное дело, что те, которые кружки, клубы, это другая история. Ну, это там ваша, в общем-то, история. Мы с вами говорим на данном этапе сейчас про общественные организации, основные, основная деятельность, которые детский сад и образование дошкольное. У вас есть эта возможность. И поэтому, да, пока идет формирование, у вас есть прекрасная возможность поработать на планете. хотя бы с учетом той темы, которую вы уже знаете. Вот, поэтому время, региональный отборочный этап. Все, на регионалке отобрались, лучшие из лучших, и приехали в этом году, 18-го, 19-го, 20-го, был финал в Москве. Кто не видел, яркие совершенно фотографии, видео, пожалуйста, заходите в контакт, там у нас огромное количество, и у нас в альбоме «Союз дошкольники России», и на официальной страничке соревнований. Тоже ссылочки там все есть. Посмотрите, очень ярко и интересно. Так вот, в итоге приехали сильные, лучшие из лучших. Что входило в момент соревновательной вот этой вот истории? Первое, еще раз напомню, это вот база Steam Park, планета. Но каждый год, это было вот до 2022, каждый год тема, которую была использована в соревнованиях, она менялась. Мы с Димой только в этом году подключились к этому движению, к чему я жутко, честно говоря, жалею, потому что действительно очень интересное движение, я получила просто неистовое удовольствие смотреть, как здорово преподаватели занимаются с детьми, какие проекты они делают. Правда, сейчас мы просто будем говорить о каких-то таких ярких замечаниях, но для чего? Не для того, чтобы вас поругать, а для того, чтобы получилось лучше, не цель поругать. Цель вам сказать, что подметили, чтобы этого не было, и это будет гораздо лучше результат. На самом деле, если просто посмотреть регламент, почитать его, посмотреть все материалы, ознакомиться с критериями оценки, не совсем становится понятно, что хотят организаторы соревнований в итоге. И поэтому, когда разные команды из разных регионов приезжают, сразу видно, на что делали упор, как видят вообще соревнования, и по качеству подготовки тоже понятно, на чем делался упор больше, и кто проработал именно чисто по соревнованиям, кто поработал и с планетой, и провели соревнования, это все прекрасно видно, и дети в этом возрасте еще не имеют врать, на любой вопрос они честно отвечают. Нас заставили сфотографироваться. Да, это к этому мы сейчас подойдем, поэтому, да, коллеги, действительно, в каждом, то, что я говорила, региональные ресурсные центры, это в эти центры, которые помогают. Правда, видно, в каком регионе хорошо работает ресурсный центр, действительно, помогает тренеру, воспитателю, учителю, подготовить свою команду, не просто, знаете, как натаскать, вот на этот проект конкретный, а чтобы у детей была глубина понимания, но, собственно говоря, ну, давайте так по-честному, смысл-то какой натаскивать, для того, чтобы выиграть, там, я не знаю, там, медаль, ну, и кому мы лучше сделаем, ну, да, садику, может быть, премию, там, какую-то еще дадут, а дети-то что-то с этого запомнили, ну, цель любого соревнования, вот в данном случае, возрастного, конечно же, проект, который они проживут и поймут, о чем речь-то шла. Ну, хотелось бы сказать, что, так как возраст очень маленький, здесь проигравших нет. Это да. Каждый получает награду в своей номинации, номинаций очень много. Да, об этом мы тоже потом поговорим. Да, но если по секрету, есть небольшая такая градация номинаций, то есть, если вы для себя хотите понимать, насколько вы хорошо сделали проект, мы подскажем вот эту градацию, какой самый проект лучше считается. Если у вас номинация, допустим, такая-то, то, соответственно, вы на самом последнем месте с точки рейтинга были. Да. Коллеги, еще раз повторюсь, у нас это будет не одной серии, потому что смотреть это все, вот, да, это большая работа, сами понимаете, по большому счету, это можно все найти на сайте и почитать. Удивительно тоже бывает то, что еще и не читают. Такие, да, действительно, 10 минут, а что, не 20? Ну, то есть, какие-то такие моменты тоже были. Мы все это с вам расскажем, чтобы вам было проще. Поэтому мы сейчас просто накидываем темы, которые всплывающие из сознания, из памяти, какие вот мы будем освещать. Я не знаю, сколько будет идти этот сериал по времени, потому что хочется, конечно, проработать как можно лучше, и пока это свежо в памяти, то есть, вот такие вот видео выпускать. Поэтому, да, вот действительно, Дима прав. Действительно, нету мест у детей, там нету рейтинга, этот плохой, этот хороший, этот ничего не занял, уехал, все получают в нашей, благодарной. Номинации в дошколятах, конечно, все выигрывают, конечно, все детки вызываются на сцену, все там поздравляются, медальки, подарки, и все дела. Но, действительно, рейтинг номинаций есть, об этом мы тоже будем говорить. Это как раз таки, почему проводится региональный, федеральный и мировой чемпионат. То есть, почему какая-то команда уехала на всю Россию, и представляла ее на чемпионате всероссийском, и после проведения чемпионата всероссийского, должен был пройти мировой турнир, как раз таки Россия должна была принимать все команды. Да, город Красноярск, Сибирь, должны были, даже красиво, этот, ой, я даже возьму, на, ты пока рассказывай, а я возьму. Вот, на самом деле, каждый, так скажем, в каждом отборе выявлялся бы победитель, и этот победитель мог бы представлять Россию на мировом чемпионате в городе Красноярск. Да, действительно, мы готовились все поехать в Красноярск, в сердце Сибири, да, вот такой мне шарик достался, ко мне посижу. К сожалению, к сожалению, не от нас-то все зависит, и мы все прекрасно понимаем, почему это все происходит, но, опять-таки, имеем, что имеем, все возможно изменится, поэтому давайте стремиться к тому, чтобы тот уровень и оборот, который мы уже набрали, как педсообщества, как эксперты, которые на местах, вы в детских садиках, давайте его не будем терять, а только усиливать, потому что, как только, так сразу, конечно, Россия выиграет, все чемпионаты мировые, да, потому что самые лучшие педагоги, самые умные дети, всегда это на всех курсах говорю. Ну, так вот, да, если мы упустим эту тематику, и не будет хотя бы один год или два проводиться эти соревнования, все позабудется. Да, прежде всего, девчонки, не детьми позабудется, сегодня ваша команда в детском саду, вы с ней выступили, не факт, что школа дальше продолжит этих же детей, например, готовить на следующий этап, но ваша личная профессиональная компетенция, конечно, она, ну, уснет. Сами знаете, да, пройдя курсы, нельзя их отложить в долгий ящик, а, да, через три года я это применю, это забывается, если это не берется в руки, мы с вами это знаем, поэтому этот год мы тоже будем работать, ничего не произошло, действительно, сейчас мы ждем сигнала, когда же будут темы, когда начнется новая подготовка, будем держать вас в курсе, подпишитесь на наш телеграм-канал, давайте еще раз, вот здесь, прямо сейчас, вот так вот, внизу, видите, вот так вот, большая, вот, это наш телеграм-канал, подпишитесь, там все новости, мы, в общем-то, публикуем, то, что оперативно с любой темой связано, да, но давай пока я буду рассказывать про набор, если ты будешь это вспоминать, будем накидывать, и мы потом подумаем, каким образом это раздробить на время, чтобы это просто не перегибать, возвращаемся к нашей теме о том, что база это планета, и к ней каждый год идет дополнительный набор, в этом году, соревновательный, да, соревновательный, в этом году, давайте я так лучше поверну, в этом году набор был посвящен грузовым перевозкам, причем эта тема, она общая, про грузовые перевозки делали дошкольники, про грузовые перевозки делали категория школ, то есть все возраста работают, проекты, одну и ту же тему, для дошколят вот такой вот наборчик был выпущен специально соревновательный, это по всему миру такой наборчик, вот именно по нему готовились дошколятки, все абсолютно, опять-таки 4-6 лет, ну, какая, что в этом году будет, мы не знаем, ждем события, но давайте поговорим о том, что здесь было, в общем-то, пока не мы держат, я достал. На самом деле, здесь в набор входит грузовичок и сортировочный центр, вот эти вот элементы, они должны присутствовать в вашем проекте, мы их достанем, покажем, потому что девчонкам сейчас так не видно будет, я думаю, что нужно будет достать и прямо показать, потому что, когда мы перейдем к вопросу в протоколах, там, кстати, это и есть, девчонки, да, опять-таки, откуда такие оценки, откуда вот эти вот все вопросы, ну, вот, пожалуйста, например, наличие, сейчас на память не помню, откроем, посмотрим, наличие деталей, да, из набора по соревновательному, соревновательному набору, да, есть они или нет, мы эксперты, когда приходим на судейство, мы этот набор знаем наизусть, мы знаем, что туда входит и что туда не входит, если туда не входит, ну, это неплохо, вы, значит, дополнительно что-то взяли, но если вы вот это исключили, мы это видим, и мы это обязаны отметить, да, сейчас я тут все в себе скушаю. немножко прокомментирую, да, были проекты, которые очень много сильно настроили, прям целые города, целые такие вот парки с грузоперевозками, получилось так, что настолько было замурован, вот допустим, сортировочный центр, что его вообще практически нельзя было увидеть, или настолько модифицировали грузовичок, что его тоже нельзя было различить на поле, где он находится, из этого ли комплекта вообще этот грузовичок, грузовичок. Да, то есть, одно из требований обязательных, это наличие в вашем проекте элементов из соревновательного набора, вот, об этом тоже мы с вами будем говорить. Пока коробочка, давайте отставим, значит, что здесь, я предлагаю, Дим, начать с того, что... Давай посмотрим. Ну, давай с поля. Основное, что здесь есть в наборе, это поле, поле является не только, скажем, источником информации, вот, по количеству содержания деталей в наборе, здесь у нас дополнительные есть элементы, что можно с ним сделать, ну, и поле, на котором размещается наш проект. Вот такое вот поле. Это означает, что весь проект должен уместиться на данной коробочке. На площади, да? На площади, да. Если проект очень большой и он выходит за пределы, то, естественно, мы попадаем в критерии, что проект не помещается вот на наше поле и... Да, это возвращаясь к вопросам о том, какие, ну, есть в судейских протоколах, да, то есть размер плоскости, да, то есть высоту, ну, хоть Эйфелеву Баршу не настроите, насколько вы ее довезете. А вот сам, вот по площади проект не должен посмотреть, ну, сколько вот мы тут, да, ну, можно, конечно, конкретно измерить, но можно даже посмотреть, но это визуально видно, что это, ну, если посмотреть не длиннее ватного листа. Посмотреть на поле, мы видим, здесь есть северный полюс, здесь вот есть прям юг-юг с пальмами, с песком, здесь есть образец железной дороги, как раз таки вид транспортной перевозки. Вот перед поставим. Давай, буду держать. Вот тоже. Сверху мы видим, есть порт, то есть можно грузы отправлять именно, используя корабли. Есть у нас на поле, где размещается центр по авиаперевозкам. Посмотрим, вот, излетно-посадочная полоса видна. Так, есть зона, где складируются грузы, есть зона отправки, зона доставки, и вот небольшой такой домик, откуда, так скажем, можно отправить посылку. То есть все элементы на поле, если вы внимательно рассмотреть, есть. Соответственно, как доставлять груз из любого дома, с любого склада, различными способами, авиа, ж.д., водными грузовыми перевозками, любые точки мира и планеты. Да, девчонки, это этого года, в следующем году, ну что-то, то есть рассматриваем то, что было. То есть в принципе, вот если взять вот эту карту, понятно, что уже хотя бы, если вы не читаете регламент, не знаю, вас не консультируют, да, я не знаю, что еще может произойти, то есть здесь априори понятно, что есть точка А, из которой вышел груз, есть точка Б, в которой груз пришел. И нам нужно проследить этапы перемещения этого груза, какие приключения, грубо говоря, случаются с нашей посылкой, да, вот это была посылка, для того, чтобы добраться до адресата. Хочу прокомментировать, что многие проекты не учитывали все виды транспорта, многие проекты не учитывали, что можно посылку отправить на Южный полюс, на Северный полюс, то есть вроде бы все очевидно, но в ответах детей не прозвучало даже тех моментов, которые обозначены на карте. Соответственно, здесь мы не могли поставить высокий балл. Ну, здесь у нас был вопрос, а работали с этой картой? Да. Ну, давайте так по-честному, да? Понятно, что, например, проект был, не буду говорить, давайте придумаю тему, например, проект, вот у меня его не было, сразу же, так если это проект попаду, без обид, например, посылка из резиденции Деда Мороза в резиденцию Снегурочки, например, Дед Мороз тут Снегурочки отправил, и вот дети рассказывают, как посылка Деда Мороза пойдет к Снегурочке, да, то есть резиденция Деда Мороза, там, не знаю, у Стюг, к Страбу, к Снегурке. И вот они все рассказывают, 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 но то, когда начинаешь им задавать вопросы, а у нас есть, мы об этом поговорим, вопросы, которые мы обязаны выспросить, почему? Потому что нужно понять, проработали или нет, все, уже потерялись, значит, не прорабатывали базу, прежде чем придумать свой проект, надо же выполнить задания, которые у вас идут здесь, и мы сейчас об этом поговорим, вот, да, это бросалось в глаза, скажем так. Что, с этой закончили картой? Да. Сапеточной. Еще раз напомню, ваш размер постройки по площади не должен быть больше этой карты. можно пояснить, что эта карта, она располагается на столе, на столе собирается проект, и, соответственно, да, вот он строится, карта находится на плоскости, на плоскости, она не стоит вот так вот, как баннер. Да, она располагается на плоскости. Ну, на всякий случай, да, на всякий случай, а то вдруг кто-нибудь все-таки слово площадь забыл. Такое тоже бывает, ничего страшного. Девчонки, я тут по этому поводу, какие будут вопросы, пишите, потому что, может быть, мы что-то там, какие-то очевидные вещи, например, упускаем, а вдруг есть вопрос, девчонки, еще раз напомню, нету глупых вопросов. Есть вопрос в том, чтобы его не спросить, не сделать, потом, что окажется, что, ну, как-то не очень все выглядит, не стесняйтесь. Мы специально сидим 24 на 7 в WhatsApp, в Телеге, ВКонтакте, во всех мессенджерах, чтобы вы могли задать этот вопрос и, ну, для себя уточнить, так скажем. Ну, и поясню. Список деталей, вот он, чек-лист. Абсолютно все детали нужно использовать в проекте. Бывало в проекте, не было белого мишки, соответственно, минус. Не было в проекте у нас, допустим, зонтиков, тоже минус. Не было участников, которые, так скажем, людей, которые здесь представлены, тоже минус. Поэтому, все, до каждой детальки должно присутствовать в проекте. Это обязательно. Это тоже из протокола. Тоже об этом с вами будем говорить. Ну, вот так вот, по логике вещей накручивайте, потому что будем к этому подходить. Ага, я это уже слышал. Ну, и самая страшная вещь, не знаю, ну, потому что вот у меня было больше всего вопросов вот к этим вещам. Девчонки, давайте так, вот, вот, представьте себе, чтобы визуализировать, кто не участвовал. Кто участвовал, понимает, о чем говорят. Вот большой выставочный комплекс. Вот, значит, занимают свои позиции команды. Они украшают свое место, начинают на столе в периметре размера такой карты с детьми восстанавливать, они же приехали, да, естественно, восстанавливать свой проект, воссоздавать его, оформляют свое выставочное место, наклеено название команды, все, 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 Вот даже вот в этом моменте я хотела бы пояснить. Знаете, был такой интересный значок, называется мой голос. Сейчас я, знаете, когда же сделаю, вот давайте, здесь вот сейчас он появится, да, вот здесь он сейчас прям появился. А что это значки такие? Мы их перед каждым днем, ну, первый день мы раздавали прямо во время презентации, потом с утра. О чем речь? Любой гость данного праздника, а ведь там, этот праздник у нас происходил в экспоцентре, там приходили просто семьи с детьми, это можно было зарегистрироваться как гости и провести прекрасное время с детьми, потому что там огромное количество детских развлечений было и прочих-прочих-прочих веселых вещей. Так вот, представьте себе, что я, например, пошла, ради интереса, думаю, пройду после уже, то есть, такого, скажем, завершающего этапа, да и в начале, да, то есть во время, не время работы мы не можем отходить, а там за час до и час после, да, ну, понятное дело, чтобы пройтись, чтобы найти, посмотреть, как выглядят проекты, что бросилось в глаза. Вот есть команды, которые место украсили, детки находятся на территории, педагоги находятся на территории, команда родителей находится на территории, только мы подойдем, а давайте мы расскажем о своем проекте, ребята, да, то есть какая-то коммуникация, дети, команда, давайте команду называть, были готовы, сразу, вот, рассказать, смотрите, ну, как бы, ну, давайте так похвастать своими достижениями, для них же это нормально, они же не экзамен сдавали, они нам реально рассказывали о том, что они делали, вот это уровень, вот это, ну, для меня лично был очень большой показатель, когда даже, вот мы шли просто по территории, смотрите, уже более старшие, да, там, номинации ради интереса, началку, вот так вот выхватывали, а давайте мы вам расскажем, что мы приготовили, ты же ну как ребенку откажешь, и вот ты уже отработал, ты уже, в общем-то, подустал, но ты начинаешь слушать, что рассказывают дети, естественно, знак отличия какой-то хочется им подарить, многие команды очень готовили, даже такие, знаете, как командные сувениры, например, там, одна команда там сделала магнитики, своими руками, одна команда сделала мыльца, своими руками, кто-то какие-то, какие-то чупа-чупсинки, да, то есть какие-то команды, такие фишки, когда подходят гости, эксперты на ваш стенд, это ваш стенд, это ваше место, которое вы презентуете, они какие-то памятные открыточки, у нас у нас все квартиры открыточки завалены, значки особенно, значки, конечно, то есть давайте так, не упускайте это тоже, это вот, ну вот со стороны, вот как вот я это увидела, мне было классно видеть, когда команда готова, у них значки, да, что-то они раз, и к там эксперту, гостю экспозиции, так вот прям подарили, стиль команды очень важен, стиль команды, да, к этому тоже сейчас подойдем, поэтому вот этот вот момент, вот он начало, да, все, вот оно ваше рабочее место, все, рабочее место красивое, давай, да, уже о стиле поговорили, это тоже, какая вещь, по большому счету, честно сказать, в протоколе у дошколят, вот именно такой формулировки, что красивая одежда, такого, конечно, нет, вот есть такое, смотрите, ну, так номинация, вот эта глава, так скажем, презентация минимально привлекательная, это уже в рабочее сдойдем, презентация частично привлекательная, участники команды продемонстрировали оригинальность оригинальность, презентация проекта, вот здесь вот, честно скажу, вот в этот момент, очень оценивается, и очень эмоционально отдается, если команда пришла, ну, никто там, тут там в вальничках, в джинсиках, в маечке, там, в зелененьке, в свитере пришли, ребят умненькие, хорошенькие, молодцы, они все, ну, вот, а командность, а вот бренд лук, давайте так, да, вот сидим в таких вот коточках, оригинальность, ну, да, то есть, что-то, что показывает единение команды, опять-таки, я не буду сюда вмонтировать фотографии детей, видео, зайдите, я все описания оставлю, ссылочки на альбом, зайдите, посмотрите, как были одеты команды, просто, вот такими глазами некоторые команды, где вы это всего набрали-то, нашли, я не знаю, там, навязали, вот это красота, вот, отдельного такого пункта нет, но это очень бросается в глаза, это, это первое впечатление, два раза не произведешь раз, а во-вторых, что начинается, театр с чего, правильно, да, вот за гардероба и с красоты, встречаем по одежке, провожаем по-моему. Небольшой комментарий, командность не означает, что одинаковые джинсики, футболочки, во-первых, оценивается, что есть наличие что-то уникального, а уникальное это может быть, шляпка, это могут быть кепочки, классные, там, с различной атрибутикой, это может быть какие-то отличительные знаки, то есть костюм, не просто футболка с логотипом, а именно насыщенный разными элементами, и нас, как экспертов, также просили прийти в таких шляпах, на которых тоже водрузили мы различные элементы, что-то крутило, свертелось, сверкало ярко. Да, было много часто вопросов именно про эти шляпы, почему вы не ходите, да не потому, что нам хочется, как вот, клоунаду устраивать, нет, по задумке было то, что дети и воспитатели, ну, там, учителя придут командно, красиво, там, оригинально, и мы должны тоже, ну, мы же вместе, да, тоже так же и выглядеть, поэтому, да, действительно, вот эта оригинальность, мы это видели, мы это оценивали, и это оценивается, ну, слушайте, глаз должен радоваться, ну, это правда, да, естественно, вот, поэтому, это отдельно, прям, такой строкой, нигде не идет, но вам совет, давайте так, рубрика, советы, вам совет, девчонки, готовите команду, но позаботьтесь о красоте, о красоте командного стиля, об оригинальности командного стиля, но назвались вы арбузики, ну, не видите вы что-то арбузное, я угообразно, только арбуза там, я не знаю там, да, что-то такое, да, там, назвались вы, я не знаю там, слушайте, как не назовитесь, да, ну, чтобы оно вот прямо, оп, и мы знали, что это вот название команды, либо это не по названию, либо это вот по региону были замечательные, совершенно костюмы региональные, это на культурный компонент, просто вот, не помню, какая область была, но посмотрите еще раз, повторюсь, фотографии, девчонки, там очень видно, вы все это увидите, вы увидите команды, которые, ага, без стиля, и вы увидите вот там прям даже вот, ну, не знать, не надо, чтобы понять, что вот эти вот были команды, а вот эти нет, да, с этим вопросом, дальше, что у нас было, дальше, значит, и так, стенд, все, пришли, посмотрели, да, как бы командный дух, все это мы увидели, там у нас, получается, было два, так скажем, этапа в дошколочке, первый этап, это все в один день проходит, сразу скажу, три дня, три дня, но это не все три дня дети приезжали, все три дня, одни те же, все три дня были разные дети, разные команды, то есть у ребенка, да, они практически целый день были, особенно тяжело было деткам из регионов, которые с другим часовым поясом, здесь тоже отдельный совет, уважаемые девочки, если вы знаете, что вам предстоит дальний перелет, если вы знаете, что вы, ну, я понимаю, что это все затратно, это гостиница, это все понятно, но как же было тяжело малышам, у которых там 8-6 часов разница с нами, с Москвой, и они перелет сложно перенесли, разница во времени, они еще не вошли в этот ритм, и они вот с такими глазами, естественно, они все на эмоции, они все на нерве, они кто спит, кто наоборот уже перевозбужден, они ничего не могут уже, да, есть у которых, да, психика покрепче, им все равно, по-моему, положил спать, будет спать, не положил спать, не будет спать, но это все очень индивидуально, поэтому тоже, вот когда вот такие вот моменты, ну, я бы это вот как бы, наверное, совет такой со стороны бы обязательно бы, вот, хотела бы сказать, потому что сложно было деткам, которые перенесли перелет. Итак, в один день детки присутствуют на, ну, так скажем, на территории соревновательной, собираются все команды в восемь утра, в Москве это было, ну, мы эксперты приходили в девять, в десять уже начинались, так скажем, первые защиты, почему в восемь приходили, девчонки, не потому что это как-то вот восемь, нет, потому что вы должны украсить свое место, место, успеть детей одеть, потому что мы пошли, например, мы пришли в девять, мы пошли переоделись, взяли свои бейджи, и пошли, в общем-то, ну, знакомиться со своими, приглашать, да, потому что мне с точки зрения, вот, просто бывших педагогов не бывает, знаете сами, да, то есть мне так показалось, что лучше подойти заранее к команде, познакомиться, то есть я знаю, что у меня будет в листе там команды, там шесть команд, такие-то, ага, я иду и смотрю, ага, вот это моя команда, вот это моя команда, вот это, я подхожу знакомиться, я рассказываю, как меня зовут, откуда я, знакомиться с детьми, естественно, в игровой форме, я прошу их домой, ой, какой у вас красивый проект, тут так шумно, ничего не слышно, вы придете ко мне в гости, чтобы о нем рассказать, это, конечно, заигрывание, конечно, вовлечение детей, чтобы они, я для них чужая тетка, и чужой дядька, и когда они попадают в этот аквариум, о нем мы сейчас поговорим, конечно, ну, сами понимаете, да, вы все педагоги, поэтому, да, мы, вот, с девяти утра до десяти, мы час посвящали тому, чтобы пройти по командам, познакомиться с тренером, напомнить, например, какие-то базовые вещи, что будет 10 минут, что куда придет волонтер, успокоить, в конце концов, даже тренера, слушайте, такие нервы там у девчонок, и воспитатели нервничали, дети нервничали, родители нервничали, и это, в принципе, нормально, ну, не нервничает тот, кто, в общем-то, я не знаю, нервничают все, всегда, это нормально, поэтому, да, мы проходили, смотрели, и поэтому, к моменту приходов нас, экспертов, к девяти, конечно, ну, здорово, когда уже команда, в общем-то, вот на базе, у нее оформлен стенд, у нее оформлен его, ее проект, детки уже одеты, причесаны, там, не знаю, поели, ну, какие-то моменты, конечно, невозможно все предусмотреть, мы общались с детками, они дожевывали банан, это все понятно, ну, то есть, готовность команды, поэтому, да, в 8 утра, ну, приходили в основном, и вот представьте себе, в 8 приходили, и часов, наверное, в 3, в 3, да, по-моему, было награждение, ну, в 14.30, в 3, по факту, это 6-7 часов, ну, непосредственно взаимодействия детей с огромной аудиторией, это бешеный ритм, там, на каждой площадке какие-то конкурсы, мастер-классы, плюс еще нервозность из-за соревновательного эффекта, конечно, они все, ну, а, устают, б, целый день мы проводим, грубо говоря, на территории, и вот эти вот, что предусматривает под собой день, давай по дню пройдемся, чтобы уже подойти к, уже вот, наверное, к тетрадочкам, и так, значит, пришли в 8, разложились, нарядились, а мы к 9 подходим, знакомимся в 10, начинают приходить первые команды, сразу скажу, читайте, вот если вы участвуете, читайте, пожалуйста, то, что вам присылают организаторы, многие даже не знали, что нужно зарегистрироваться, то есть команда просто отсутствует в листе, как так, многие не знают свое время, вам в обратную сторону уходит, ну, расписание, и вы знаете, во сколько, куда идти, то есть это не с бухты в барахте происходит, так, ага, это вот так, фу, куда бы поставить сегодня, нет, это все заранее готово, просто нужно, ну, либо почту просматривать, либо правильную почту заполнять, либо спам проверять, да, у каждого по-разному, все, познакомились, в 10 утра приходит первая команда, есть у нас две аудитории, не так, не две аудитории, две темы, давайте так, два момента, куда команда расходится, то есть команд много, часть, то есть команда идет, давайте так, проще, сама сейчас запутаюсь, два момента команда должна пройти, каждая, первое, это стол эксперта, второе, это дополнительное конкурсное задание, вот мы, я первые два дня, один, все три дня сидела, да, я два дня была в экспертном, то есть в такой аквариум, в аквариум, стол, где мы сидим как эксперты, у нас компьютер с протоколом, два-три эксперта присутствуют на одном, в одном, так сказать, в одной аудитории, на одной защите, и вот к таким экспертам приходят дети, это первое, что они должны сделать в течение дня, и второе, это попасть к другим экспертам, тоже по времени, тоже все идет по регламенту, по расписанию, где они получают задания, которые они не знали вообще, значит, в этом году задание экспромт было горки, об этом мы тоже с вами поговорим, мне посчастливилось два дня быть на столе экспертов и один день уйти судить горки, и это мне дало, это именно третий день я была на горках, горки-то, еще раз повторюсь, это открытое задание, неизвестное, которое никто не готовил, вы его заранее не знали, то есть, ну, это дети, которые, вот с чего я сделала и выводы, с этого третьего дня, что команды не работали, воспитатели с книгой, из Лего Планеты, команды не готовили детей, по тем темам, которые базовые, это было видно, девчонки, это было видно, вот, поэтому, вот эти вот два, так скажем, две темы конкурсные, которые, два этапа, давайте так назовем, два этапа, которые нужно пройти, да, стол экспертов и спонтанные задания у других экспертов. На самом деле, еще здесь можно остановиться, что на столе экспертов была еще дополнительная задачка. Это, подожди, это еще они не дошли, естественно, естественно, да, и это сейчас до этого дойдем, потому что, в принципе, да, на этом этапе, что два этапа, два, так скажем, два испытания, ребенок, команда детей проходит, первое, это аквариум, стол экспертов, и второе, это в полях творческое, техническое задание. Ну, давайте, в школе мы, да, заговорили о столах экспертов, давайте мы сегодня с вами договорим о том, что происходит в зале экспертов, без пока, наверное, даже протоколов, почему мы с тобой уже долго разговариваем, а уже по протоколам пробежимся в следующей серии, да, потому что, мне кажется, много уже будет в этот раз. Ну, давайте, сейчас как пойдет, так и пойдет, давайте, смоделируем ситуацию, приходит первый, или что ты хочешь? Ну, хотелось рассказать, что не все шесть часов ребенок у нас, так скажем, активничает, то есть соревнования длятся два часа, максимум, за эти два часа проходят обязательные, скажем, зоны, про которые мы говорили, зона горки, зона экспертов. Да, то есть еще раз, здесь вот поясню, чтобы было понятно, пришли восемь, приготовились, собрались, на первой команды в десять начинаются, в десять работать, финальная команда, крайняя команда по времени, двенадцать, двенадцать, тридцать, вот так вот, двенадцать, тридцать у нас было, у нас было больше, почему-то, вот, в общем, к тому, что, да, время не целый день соревнуются, там они играют, отдыхают. Ну и во-первых, нужно прийти пораньше, чтобы узнать все подробности, чтобы дети были готовы, чтобы получить, опять-таки, наклеечки, стикеры для оценивания команд, чтобы понимать, куда двигаться, чтобы не паниковать, если что-то вдруг забыли, я не знаю, там планшеты не загрузились, и планшеты, у нас нет планшетов, был проект еще с планшетами. В деташковке? Да, ну, это, так скажем, фишка была. Девочки, лучше враг хорошего. Вот написано, не надо планшета, не надо, это не оценивается, как вау-эффект, это вот не заработало, и все. Поэтому сложность, связанная с электроникой, здесь вообще не должна присутствовать. Не надо, не наш это возраст. Поэтому лучше не брать вот эти все интерактивы, планшеты, телефоны, там. Потому что все мы прекрасно понимаем, что у вас у всех в программе вы используете видуху, вы используете спайк, вы уже начали, мы все это прекрасно знаем и понимаем. Но это, ну, еще раз, лучше враг хорошего. Мне такого не попадалось, я попался с электроникой. Да, и там из-за этого произошла заминка по времени, начали бегать, давать детям планшеты, планшеты не включились, ролик не запустился, у них на этом все выступление построено. и вот, мне кажется, это было слишком. Ну, вот это вот, да, вот этот ту матч сыграло не на пользу команде, да, получается так, в какой-то мере. Ну, так вот, давайте поговорим об аквариуме, о нашем, ничего не аквариум, это имеется в виду, мы сидели в таких кабинках, посмотрите на фотках, это у нас так в городе было сделано, как у вас в региональных этапах это сделано, я не знаю, может просто площадь. Это просто отдельный кабинет. Ну, да, отдельный кабинет, такой, с прозрачными стеночками, куда мы сидим за столом, и к нам приезжают команды, почему приезжают, все очень интересно, вот вы пришли с утра и сконструировали свой вот этот вот проект, естественно, его с вашего стенда нужно как-то, то есть не мы к вам приходим на стенд, это мы просто обходили, знакомились, что я рассказывала, а вы с этой, со всей вот темой приходите к нам в гости показать ваш проект, поэтому вот это вот все дело нужно перевести. Конкретно в нашем случае у нас вот в Москве у нас были столы с колесиками, не у всех, правда, попались, но волонтеры помогали, но у нас были в большинстве случаев столы с колесиками, и просто приходили волонтеры, помогали воспитателям и команде доехать в наш кабинет. Вот, и вот здесь еще такой момент, каждой команде по регламенту необходимо подготовить баннер. Это жди, это слишком быстро. Я к тому, что баннер тоже перемещается, он не наклеивается на стену, где размещаемся, то есть если мы оформили и баннер прилепили... Те, кто не участвовал, сейчас не поняли, мы вообще ни слова даже не сказали. А ты не понимаешь, что за проект они должны поставить? Ну, да, сейчас об этом расскажем. Представляете, сейчас смотрят кто-нибудь такой, баннер, а вы на мигурили еще? Да, кто участвовал в соревнованиях и знает, что должен быть баннер, ну, вот давай, сейчас по этапу, к этому сейчас мы с тобой подходим. Итак, вы прибыли, вы прибыли к нам в аквариум, с этим столом на колесиках, либо вам его принесли. Вот у вас этот проект, который не превышает по площади вот эту вот развертку, вот эту вот карточку. Вверх городите, что хотите. Но еще раз уточню, вы с этим делом приезжайте к нам. Какова вероятность того, что слишком мудреная конструкция, ну, просто не доедет? Поэтому здесь тоже внимательно. И вот то, о чем сейчас говорил Дима. Вот вы приехали в наш кабинет с этой постройкой. Кроме всего этого, в протоколах, то есть мы не просто смотрим презентацию того, что на столе, и дети это рассказывают. Там есть то, о чем мы с вами поговорим, в следующей серии. Это вот такие инженерные тетради. Как их заполнять? Почему их надо заполнять? И зачем их надо заполнять? Мы прям про каждую страничку поговорим с вами отдельно. Почему? Коллеги, во-первых, сразу хочу сказать, это написано в положении. На каждого ребенка, вот в дошколке конкретно, отдельная вот такая тетрадочка. Она в наборе идет. Одна. Одна. Тетрадочек нужна на каждого. Там от двух до четырех у нас деток в команде, да? На каждого ребенка. Почему? Мы с вами в дошколке. Это индивидуальная работа ребенка. Вот это вот не командная работа. Это индивидуальная, инженерная тетрадь Васеньки. И с этой тетрадкой работает Васенька. С этой тетрадкой Васенька работает вместе с мамой, с папой, с опекуном, с бабушкой, с друзьями, где угодно. Это Васина тетрадь, его дневничок, который он ведет, каким образом? Рисует, делает аппликации, наклеивает, что-то делает себе, какие-то заметочки играет. Мы о каждой страничке поговорим. И очень было... Ну как? Мне даже страшно, непонятно, почему вот эти тетради были зачастую заполнены воспитателем. Ну, девочки, мы, люди все взрослые, мы прекрасно видим, где взрослая рука. Давайте так, да, вот у меня опыт работы в детском саду огромный, плюс я работаю с дошколкой всю свою жизнь практически профессиональную, да. Дима тоже учитель, работает тоже с преподавателями. Ну, видно, где рука ребенка, особенно дошкольника, а где вот прям красота. Дети не уроты, говорит, мама рисовала, да, я обводил. Такое тоже может быть. Мама рисовала, я обводил. Не то, чтобы можно, смотрите, ну, если ребенок понимает, что он обводил, это одна история. Но когда вот мы слышим ответ, мы же не так спрашиваем, а это кто рисовал? Да, естественно, не так. Нам нужно задать, точнее, вообще вопрос, когда мы видим, вот я, как я задавала вопрос, я вижу руку взрослого, говорю, ааа, как красиво ты нарисовал, вот это ты здорово умеешь рисовать, что палит ребенок? Это мама, или это мой воспитатель? Девочки, они палят это, они это палят. Мы не спрашиваем, как на экзамене. А это кто рисовал? Ага, а это нет. Без этого, естественно, в игровой форме понять, если ребенок, было такое, что да, это рисовала воспитательница, а я, и вот он показывает. Ну да, конечно, вместе, ну что-то воспитатель может помочь, но все равно видно руку ребенка, что не просто мама с воспитателем, да, там что-то там такое, да, там налепили, там нарисовали, то есть это личная тетрадка каждого ребенка, условно, замер его басенькой, не знаю, почему басенька называла, но вот грубо говоря. Как оформлять такие тетради, и что здесь должно быть? Опять-таки, по итогам этого года, мы тоже обсудим. Сразу хочу сказать, что каждая, каждая страничка, мы вот так вот просматривали, да, так вот открывали, попозже, да, вот так вот, ну просто вот, да, чтобы было понятно, что каждая страничка должна быть заполнена, каждая, не то, что там что-то там, но это тем неинтересно. И мы в следующей серии объясним, почему мы это смотрели, не потому, что это какая-то супер важная тетрадка, которую ты не заполнил, ты просто не защитился, если ребенок не проработал с этой тетради, он не понял проект, который привез нам на отсмотр. То есть это проект не проект ради проекта, который вот построили за сутки до, так, Маша, ты это, ты это, ты запомнила, машинка сюда, медведь там, да, да, Маша там, все запомнила, все наизусть. Видно эту заученность, видно это за, за вот, ну то, что, да, забили в голову. Это, грубо говоря, как, ага, вот она начинает рассказывать, что посылка шла Деда Мороза к Снегурочке, вот она, ага, вот она, она, и она это проработала, она это знает, знает, о чем она говорит. Это как сопровождающий элемент для нас, как посмотреть, а что вообще, как готовились, не за один ли день. Это раз. И во-вторых, это личная тетрадочка ребенка, и он может за нее даже потом такие награды всякие разные, ну, получать. Это про тетрадочку. И второй момент, третий, да, уже получается момент, постройка. Да. На каждого ребенка, девочки, кто на следующий год будет, например, готовить 6-9 лет, там одна, да, поэтому читайте просто все, все положения. У нас, у малышей, это на каждого, вот 6-9, там уже одна на команду, это нормально. Вот. И третий момент, который мы смотрим прям на месте, прям в нашем аквариуме, это то, что говорил Дима. Да. Это как раз таки презентация. Плакат. Плаката. Да. На котором идет история создания проекта. Да, девочки, плакат, это тоже, я не буду сейчас сюда ничего монтировать, для того, чтобы, ну, не приводить никого в пример, либо от обратного, как антипример. Зайдите, пожалуйста, у меня есть эти все фотографии в альбоме, с плакатами. Что такое плакат? Давайте так, вот если вот этот рабочий тетрадь, давайте так, черновичок, назовите как угодно, там, заметка, для того, чтобы что-то не забыть, ребенок здесь сам по себе, вот он в процессе, это вот архивирует, то, так скажем, фиксирует результаты своей детской исследовательской деятельности. Давайте так, это фиксатор его размышлений. А плакат, это презентация PowerPoint, которую вы себе делаете, когда вы ходите выступать, вы же себе делаете презентацию, да, что, ага, следующий слайд такой, я буду, напоминалка о том, что говорить, раз. Во-вторых, по презентации понятно, что вы как минимум, ну, знаете, о чем говорить, видно презентацию, она яркая, она интересная, и нам визуально интереснее, понимаете, у нас несколько рецепторов восприятия, ушками слушаем, глазками, там, не знаю, конфетку чупа-чупс даже дарить, ну, вот, плакат, он тоже имеет определенную размерность, грубо говоря, это ватман, по размеру. Ну, размеры все четко есть в регламентах, есть вариант, как размещать всю информацию, плюс на этом плакате есть определенные места, то есть разбиты на три блока, где необходимо рассказать про разные активности. И как презентация PowerPoint, на этот плакат мы не выносим то, что дети рассказывают во время своей защиты. То есть это дополнительный материал, о, классный проект, мне хочется все дополнительно знать, а что ребята узнали, с кем поработали, с кем поделились. Ну да, вот если как пример привести вот этого вопроса, одно из заданий, это не то же задание, рекомендованных моментов, которые хорошо было бы сделать, это сходить куда-нибудь на экскурсию, и слово экскурсия ввести в лексику ваших детей, прежде всего, не в гости, а именно на экскурсию. То есть мы же пополняем своим словарик детский. И одна из рекомендаций была сходить на экскурсию, например, на почту, не знаю, в СДЭК. Это у нас в перевозке, я не знаю, что там еще какие есть пункты, в Азонку, что там отправляют, я не знаю еще. То есть для чего? Для того, чтобы дети могли ощутить, живьем, что называется, вот этот момент отправки. И вот этот момент фотография, этот момент взаимодействия с почтой, вот это вот как раз-таки вот на этот вот плакат, его очень интересно наклеить, потому что, о, ребятки принесли они плакат, говорят, вы ходили на экскурсию, они, да, мы были в СДЭК, они слово СДЭК так смешно произносят. На самом деле были случаи, а мальчику на защите было не по себе, потому что, говорит, а я только фотки смотрел, а меня мама заставила сфоткаться, пойти на почту. То есть это все они сразу же абсолютно говорят. Вот, да, детки все это палят. Поэтому вот эти три момента, еще раз повторимся, ваша постройка командная, ваши тетради, как черновички, и ваши, так скажем, фиксаторы детской исследовательской деятельности, и ваш плакат, как презентация красоты того, что вы сделали в течение, извиняюсь, полугода. Это огородно поразили меня, вдохновили те детские сады, которые сделали настоящий посткроссинг, да, и я эти команды знала, то есть это были из тех, которые наши союзные, союз дошкольники России, и когда дети начали рассказывать, то есть я знала, что этот сад, этот город отправил в другой город посылку, мы это все обсуждали там в своем воспитательском чате дошкольники России, и дети начинают это рассказывать, ты говоришь, так это вы отправили тупо, а я вспомнила их, они так меня смотрят, а ты знала, ну, они на ты обращаются, а ты знала об этом, я понимаю, что они это прожили, то есть они реально это сделали, то есть был некий посткроссинг, где договорились с детским садом из другого города, что они отправляют ребят в подарки, какие-то открытки там нарисованные, неважно, что это, они поняли, как в жизни выглядит система отправки груза, как у нас было, да, посылки, вот такая вот история, коллеги, давайте на этом сегодня, наверное, мы, потому что уже мы час болтаем, это вот показать такие первоначальные эмоции на тему того, что вот прошло неделю назад, да, подведем итог, подведем итог, что первое, вкратце, первое, на что обращаем внимание, это про содержание проекта, про то, что мы используем кирпичики из планеты, используем кирпичики из набора специального по тематике и абсолютно любые кирпичики дупла на ваше усмотрение, то есть мы делаем проект полностью из кубика, конструируем никакой электроники, механики, планшетов, компьютеров, ничего мы не используем. Да, вот я видела проекты, здорово применяли юный программист, где поезд ходит, да, то есть, естественно, здесь понимаешь, что, естественно, видя набор кодируемый экспресс, он называется, я не могу не уточнить у ребенка в игровой форме, ооо, какой поезд, а почему тут такая красная штучка стоит, да, не для того, чтобы сбить его с толка, а чтобы понять, они поняли, зачем эти цветовые кодируемые плашки они вообще поставили, они работали ли с этим, либо это просто для красоты проекта создано, нас не нацелены на то, чтобы завалить, мы эксперты нацелены на то, чтобы наоборот узнать, что дети еще знают, и очень видно, когда это, ну, не знаю, так скажем. Да, поэтому главная цель соревнований это узнать информацию, исследовать, и, так скажем, переработать ее для себя и поделиться с другими. Да, да. Вот, все очень просто. Я, вы знаете, даже вот найду эту картиночку из презентации, она есть на сайте, и вот прямо сейчас, давайте прямо сейчас, смотрите ее прямо здесь сейчас, видите, вот он, собственно говоря, цикл, цикл вашего проекта, да, все посмотрели, цикл проекта, что ребенок в процессе, сейчас повторюсь, это не соревнования ради соревнований, это не соревнования ради того, чтобы приехать куда-то, это ради того, чтобы ребенок прошел полный цикл исследовательского проекта, да, опять-таки, именно исследовательского проекта. Часто мы с вами говорим на курсах о том, чем отличается исследование, ну, исследовательская деятельность от проектной деятельности, да, да, это немножечко другое, исследовательская деятельность, проектная деятельность, мы сейчас об этом не говорим, мы говорим о том, что есть еще и исследовательский проект, и вот этот исследовательский проект, конечно, дети должны прожить, прожить, причем они его должны не просто прожить, а понять. И мы с вами вопросиками, о которых мы поговорим с вами в следующей серии, обязательно проговорим, какие вопросики задаются и почему именно они. Что еще мы сегодня скажем? Мы сегодня посмотрели, оценили регламент, в рамках которого работаем, мы проговорили, что есть различные типы защиты, это творческий проект оценивается отдельно экспертами, это дополнительное задание для детей горки, это тематика этого года, то есть она постоянно меняется, никто не знает, даже сами судьи не знают. Мы все дополнительные задания, которые мы же будем озвучивать командам, узнаем утром в день, то есть у нас нет такого, что мы такие, ага, за неделю знаем, что будет. Ну, первое, это делается потому, что многие эксперты привозят и свои команды, давайте так, и зачем, ну, даже честность. Знания есть, хочется подсказать своим. Ну, это нормально, давайте так, мы все люди, мы все человеки, поэтому, конечно, если ты что-то знаешь секретненько, конечно, хочется подсказать. Вот, поэтому для избежания этих вопросов мы узнаем задания день в день, об этом мы с вами, об этих заданиях поговорим. Давайте, чтобы не было ощущения, что все два часа дети соревнуются, проговорю еще момент по времени. Вот эта работа в аквариуме, мы более подробно, давай, кстати, сразу в следующий раз не размазываться, более подробно в следующей серии мы поговорим про работу в аквариуме, так называемый, на зале экспертов. Прямо обсудим каждый пункт из каждого, вот из всего протокола. Там общее чистое время, девочки, 10 минут, 10 на команду, не 20, не 40, не 50. Вот вы там подготовились, вас волонтеры, ну, значит, помогли дойти, вы зашли в кабинку, вы помогли, что-то упало поставить, там сделали последние поддержки, команда, команда, покинули, взрослые покидают территорию, потому что любой взрослый на таком нерве, любой подсказывать начинает, как же без подсказки-то, господи. Дети начинают вертеться. Дети начинают вертеться и нервничать еще больше. Поэтому, да, они покидают территорию, и вот чистого времени с момента оп, хлопка, грубо говоря, 10 минут. За эти 10 минут дети должны рассказать про свой проект, показать тетради, ну, либо мы посмотреть в процессе, это не заложено сценарием у детей, рассказать хоть что-то о своем плакате дополнительно. Я вам скажу больше. В эти 10 минут входит дополнительное задание, которое тоже детям дается на экспромт. На команду. На команду, да. Оно дается, об этом мы с вами поговорим. Плюс ко всему, в эти же 10 минут, если вдруг мы слышим, что дети что-то не договаривают, мы должны в эти же 10 минут вопросы дополнительные задать, чтобы понять, ребенок знает и просто не сказал, либо ничего не знает, потому что хочется же оценку повыше поставить, поэтому хочется спросить, знаешь ли ты, как эта деталь называется, да, если мы слышим там неправильное название, ну, все, хотя бы. А так, ну, есть дополнительные вопросы, которые стараются вытянуть детей, чтобы он, если что-то забыл, сказал. И то 10 и того минут в нашем аквариуме. Да, эти 10 минут начинаются с вопроса, готовы дети? Они говорят, да, начинаем, все, у нас получается таймер, все, как только 10 минут заканчивается, вы ли близко, все, мы говорим, что дети зовите взрослых, ваша презентация завершена. Да, вот, это вот что называется в нашем аквариуме. И тот соревновательный момент, который на горке, та в общей сложности с приходом, уходом, с разборкой, с разборкой, 20 минут он идет. Об этом мы тоже с вами поговорим, каким образом это проходит, тоже очень интересно. Для меня это было, сейчас повторюсь, было интереснее, да. Ну что же, я предлагаю на этом сегодняшнюю нашу серию закончить. Да, следующую серию мы посвятим работы экспертов и взаимодействия с командами в наших аквариумах. Да, защита проекта. Защита проекта, совершенно правильно. Поговорим о протоколе, поговорим о тетради и поговорим о плакатах. Прежде чем начнете смотреть следующую серию, еще раз повторюсь, зайдите по ссылочке, посмотрите фотки, чтобы вы уже перед глазами имели себе представление о плакате, о том, что происходит, там много всего я интересного нафотографировала. Специально монтировать ничего не буду. Для тех, кто вообще не знает про соревнования, могут даже посмотреть регламент прошедших соревнований. Да, да, давайте сделаем так, вот тоже мы оставим ссылочку на регламент прошедших соревнований, кто впервые смотрит, чтобы вы могли изучить и почитать. Ничего там, слушай, там 6 что ли страниц вообще, да, для изучения. Просто хотя бы пробегитесь. Но мы постараемся на протяжении вот этого предварительного времени до оглашения следующего сезона уже подвести вот таким вот образом итоги, чтобы в момент новой темы мы могли для вас уже записывать какие-то видео, помогающие в проработке следующего сезона для вашего удобства, да? Да. Ну что же, я надеюсь, вам нравится, первое, наш звук. Второе, что эта тема для вас интересна, может быть, да, пожалуйста, напишите в комментариях, насколько эта тема актуальна, насколько эта тема интересна, потому что есть что сказать, и хочется, чтобы вы это услышали. Пожалуйста, напишите. Напишите, пожалуйста, еще какие хотели бы вы обсудить вопросы, чтобы, например, к следующим сериям мы их подготовили, да, например, есть вопросы, вы скажите, мы их подготовим, чтобы мы их могли озвучить. Да, ну и что, еще раз повторюсь, что Дмитрий и Валерия, мы до сих пор проводим тренинги, все до сих пор происходит. Пишите, звоните еще раз вот тут вот сейчас большими вот так вот всеми цифрами, буками. Я напишу свой, это телеграм-канал, телеграм, личную, наверное, даже личный телеграм, и вот сапчик. Пишите, звоните, задавайте вопросики. В ближайшее время мы посетим несколько городов дальних, причем очень, да, с проектами лего тренингов. Поэтому пишите, пишите, мы приедем именно к вам. Следите за новостями в телеграм-канале, как проходят наши тренинги. Я думаю, что вам понравится, тоже захочется. Вот. Я думаю, что на сегодня все. Я думаю, тоже. Да. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо, не забудьте, пожалуйста, где бы вы ни смотрели, на какой, я не знаю, как там это везде все ставится, но поставьте лайк, да, потому что, ну, нам хотя бы будет понятно, что вам это интересно и нужно, да, и нравится. Ну что, всем пока-пока. Счастливо.